Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю, потом дам свои комментарии. С вами все это обсудим. Добрый день, Галина! Начала смотреть ваш канал еще до общения с турком. Было интересно, потому что пару раз в году я бываю в Турции. Нравится ваша четкая и легкая подача информации без воды. Мне 41, ему 42. Он живет недалеко от Анталии. Квартира, машина, апельсиновые сады, собственности, доход, есть жизнь на лайте у него. Ни у меня, ни у него детей нет. У меня нет, потому что мужчины не хотели детей, а обманом не считаю правильным от них рожать. У него большая любовь была в 25 лет, но девушка не отвечала взаимностью. Потом были романы, но сильных чувств для создания семьи у него не было. Познакомились на сайте знакомств. Графа в анкете только для серьезных отношений. Очень быстро сложилось общение. Английского хватало, чтобы даже шутить, так как с ним я давно уже не смеялась. Да и он тоже по его словам. Два часа общения по видео каждый день пролетали как одна минута. Через месяц общения он купил мне билеты, а через два месяца после начала общения мы уже встретились. Встретил с цветами, снял шикарный отель. Так как он живет недалеко от Анталии, то у нас была договоренность сначала остановиться в Анталии, а потом поехать в его родной город. В тот первый вечер мы много говорили, шутили. На его мягкие намеки на близость я ответила отказом, но он и ним настаивал. Было комфортно с ним. На следующий день был дождь, и мы пошли в торговый центр. Это тоже обсуждалось заранее. Мы купили, купить мне подарок на новый год. Он не скупился, сам предлагал вещи, участвовал в выборе. В общем, 9 дней вместе пролетели как одна минута. Видимо, у нас абсолютная психическая совместимость. Мы много гуляли, я видела его сады, в Турции локдаун, и много времени проводили мы дома. Но нам это было только в радость. В последний день по его инициативе я познакомилась с его мамой, хотя до этого постоянно отказывалась от походов к кузинам, всяким дядям и так далее. Прощались очень нежно. Остаться еще, но я не могла. Попросил оставить футболку, в которой я спала. В аэропорту сказал до встречи. Дал мне евро для дьюти-фри и лиры, чтобы я там могла в аэропорту покушать. Не буду здесь перечислять всех подарков, что он мне сделал, но это было приятно. По приезду продолжили общаться, как и раньше. Утром, вечером, видео, фото, смс и так далее. Я ценю эти отношения, потому что найти комфортного человека в 40 лет не так просто. Свои привычки и устоявшаяся жизнь у каждого из нас. Но с ним я была как дома. Уютно, хорошо, забота. Да и он это подтвердил про себя. То есть у него были такие же чувства к ней, ему тоже все понравилось. Через некоторое время вышли на разговор о второй встрече мы в будущем. Тут меня ждал сюрприз. Сказал примерно следующее. Ты мне очень нравишься. Я уважаю твой ум и красоту. Я абсолютно доверяю тебе. Ты цена для меня и наше общение тоже. Я не хочу это терять. Но я не вижу нашего будущего вместе. Ты для меня как друг. Я не хочу быть лжецом и давать тебе надежду. Иногда я не хочу звонить тебе каждый день. Но делаю это, потому что берегу твои чувства. Знаю, что ты ждешь звонка. Ты в любое время можешь приехать ко мне, рассчитывать на меня. А я ему ответила. Но если я друг, то мне лучше жить не у тебя, а в отеле в таком случае, да? И когда я лягу с тобой в кровати, если ты только друг мне, значит... А его ответ был такой. Ты мой гость и должна жить у меня. Вот такая история. Конечно, в ходе общения мы рассматривали другие варианты отношений. Я сказала, что в России люди живут по-разному. Иногда рожают, воспитывают детей вместе, но живут в разных домах. Сказал, что для него это невозможно. Ребенок только после брака. А жениться он не готов. Хотя, по его словам, в его мечтах он имеет квартиру у два этажа. На первом этаже живет жена, ребенок, а на втором этаже он. Он не отрицает, что у него есть психические проблемы на эту тему. Его друг-психолог давно ему это сказал. Но что при этом делать мне? Мне кажется, если продолжать это общение, то уже это будет просто секс по дружбе. Я не уверена, что готова к этому. И зная его, это общение при таком раскладе сойдет на нет в будущем. Галина, помогите трезво взглянуть на ситуацию. Заранее благодарю за ответ. Ой, да что я вам скажу, знаете. Вы сами все прекрасно понимаете. Ну, конечно, вы... В чем, скажем так, ваша загвоздка? Я не хочу это называть проблемой у вас. У вас нет проблем. Вы просто встретите человека, с которым... И химия прям как страсть, любовь. Я тоже этого не услышала. Но дружба найти человека, с которым хорошо, комфортно и удобно. То, что вы давно искали. В 40 лет... Да не только в 40, то, честно говоря, всегда трудно сделать. В любом возрасте. Просто в малолетстве, так, в юношеском возрасте. Мы очень легко на все закрываем глаза. Легко ко многому относимся. Были легкомысленные. И мы многое допускаем. Да, чем становимся старше, мы заостряем внимание на своем. Эгоистичнее становится это и хорошо. Когда эгоистичный человек, он живет в свое удовольствие. Отчасти это правильно для психики. А не быть там побитой жертвой, которая живет для других. Нет, потому что не было чувства использованности и тому подобное. Ваша проблема в том, что вы нашли то, что хотели. Но у этого человека есть определенные проблемы. И хорошо в вашей ситуации, что он это говорит открыто. За это ему большое спасибо, что он не обманывает вас, не затягивает в отношениях, не дает каких-то надежд, когда многие трусливые мужчины так и делают. Вам сейчас просто, да, поставили вас перед выбором секс по дружбе без обязательств. Потому что этот человек адски боится брака. В его мечтах, понимаете, в идеале, да? То есть нам можно мечтать о чем угодно. Никто не запрещает, за фантазии в тюрьму не сажают. Он может фантазировать, я не знаю, чувствовать себя миллиардером, еще кем-то, да? У меня там яхта, я не знаю, еще. Но его настолько скудные мечты в плане семьи. Я готов жить в двухэтажном доме, но чтобы моя жена и ребенок жили отдельно. На первом этаже, а я на втором. У человека огромнейший страх, травма семейной жизни, страх брака. И при этом он отвергает и ребенка тоже, не только свою супругу, а ребенка. И он по жизни одиночка будет. Потому что с другими людьми ему некомфортно. Он чувствует себя плохо с ними, неуверенно и боится. Не будем копать что-то, может, причину, может быть, миллион. Но поменять его, если вы так об этом думали, да? Что мне, как продолжать общение? Да, это скатится на нет, секс по дружбе. Переделать его, скажем так, желание, чтобы он когда-то... То есть, например, с ним вступать в отношения, соглашаться на эти условия. А вдруг когда-нибудь он захочет все-таки на мне жить? Не захочет. Вот я к чему. Его не переделать. И показывая хороший пример, быть ему хорошей, надежной боевой подругой, чтобы он поверил в брак? Нет. Он до сих пор, никто это не смог сделать до вас. И очень большой процент, что именно вам это тоже не удастся сделать. Потому что у человека нет этого запроса на перемены. Раз. Два. В его идеальной картине мира он живет отдельно от жены с ребенком. Даже если он допускает их, а он их не допускает на самом деле. Он так, знаете, эта фразочка, типа, у меня есть жена, ребенок, типа, есть, чтобы от него отстали. Чтобы, может быть, не думали, что я не ту ориентацию. Чтобы не копали глубже в его проблемы. Скорее всего, он их даже не хочет. Это чисто для отмазки так назовем, да? Окей, даже если допускаем мысль, что жена и ребенок, он от них уже отделяется. Он хочет быть один. Настолько у него сильная травма есть, что он не готов подпускать к себе близкого человека, чтобы это не раскрывать. Даже человека, который там копаться не захочет. Он все равно не готов рядом держать. Да, он только друг, не больше. А для вас, для человека со здоровой психикой, я посоветовала не чувствовать себя спасательницей, героиней, пытаться влазить в эти отношения, показывать ему... Короче, если вас не устраивает секс по дружбе, который потом сойдет на нет, не трепите себе душу, не влазите в такой вид отношений, потом будет больно. Сейчас вам, вот по-честному, молодец мужик, он конкретно установил границы, сказал, что он может дать, чего не может. Может, вы решаете, принимаете решение. Если вы сейчас ломаетесь и думаете, попробуем, потом будет больнее. Можно пробовать, вы потеряете время, чувство, вам будет потом больно, горечь будет, скорее всего, не получится ничего сделать здесь, потому что он не настроен, желания нет, запроса нет. И даже в идеальной картине мире он видит себя отдельно от своих близких членов семьи, от супруги и ребенка, если он их видит вообще. Я думаю, у него их никогда не будет, скорее всего. И вообще, это очень... его друг-психолог сказал, что у него проблемы с головой, проще говоря, да? И он вам об этом рассказывает, не стесняется, скажем так. Зачем вам априори нездоровый человек с психикой, я имею в виду, нездоровый, у которого есть проблемы? Он должен решать свои проблемы. Когда человек знает, что у него есть проблема и с ней спокойно живет, решать ее не хочет, это говорит определенной слабости человека, который обслуживает свой страх и живет под гнетом страха, и всю жизнь бежит от этого страха. Проблему не решает, ответственность не берет, ничего не исправляет, значит, ему нравится. И подумайте просто, а каково... Вместо создания семьи серьезные отношения нужны. Так как вы создадите семью серьезные отношения с человеком, который не берет ответственность даже за свою жизнь, и проблему в своей личной жизни решать не хочет. Он не будет никогда решать ваши проблемы, вашей семьи, ваших детей, если они будут. То есть это априори не очень такой кандидат, я бы сказала. Это одиночка, которая ничего дать вам не может, тепла, любви, заботы и так далее. Это глубокие проблемы его семьи, его детства. И пусть он сам с этим разбирается, не влазите в это. У вас еще есть время, шанс найти того человека, которому не придется что-то ждать, исправлять и терять, с которым время, возможно, потом разочаровываться. У вас может быть все в порядке. Для вас показатель, что он этого не хочет. Я бы вам вообще заострила ваше внимание, почему вы замуж не уходите. Я не находила тех мужчин. Вам над этим надо, над собой работать. А знаете, почему вы в него, скажем так, ну, отчасти влюбились, да, чем он вас зацепил? Не химией вот этой и дружескими, одной волной. То есть ваша одна волна, он так же, как и вы, боится свадьбы, брака и ответственности. Вот в чем дело. Он вас зацепил тем, что ему это тоже не надо. И когда вы ему начали предлагать этот брак гостевой, то есть рожают детей, воспитывают вместе, не живут, это побег на самом деле. Опять же, от ответственности от брака. Я об этом видео раньше рассказывала. Вы ему предложили такой вариант на расстоянии, но брак на расстоянии нет. Нет гостевого брака. Его не существует. Гостевые отношения, неважно в разных странах, или в одной стране, или в одном городе, но не вместе люди живут, это не брак. Это искусственно созданный типа институт семьи, отношения искусственные, двух людей, которые боятся нести ответственность, боятся лишиться своей некой независимости мнимой, а на самом деле обнажить свои комплексы, поделиться ими с другим человеком и решить свои проблемы. И вы, предлагая такой вариант отношений, должны задуматься, почему для вас эти отношения приемлемы. Дело это не в том, что я до сих пор не нашла мужчину, который бы мне подошел, не получалось. Вы ищите тех мужчин, с которыми не получится. Я априори бегу от этого. Я поэтому и нахожу мужчин, с которыми не получается. Потому что, если будет тот, с которым может получиться, будет серьезный, меня, например, полюбит, даст какую-то уверенность, там, и все такое прочее, мне настолько страшно в это вступать и связывать себя узами с ним, ответственностью, обязанностью какой-то. Как потом отступать и бежать от него? Как я смогу потом из этого вырваться? Очень часто примером могут быть переживания, негативные примеры, травматические, кого-то из близкого окружения. То есть у вас этого еще не было, но вы где-то увидели, что это плохо. Что это вас травмировало, и вы это очень сильно, на самом деле, бессознательно боитесь и бежите от этого. Поэтому вы ищите мужчину, с которым не получится. И он вас тянет, потому что с ним не получится. И вы сейчас более-менее адекватно, да, самооценка хорошая, вы думаете, блин, ну мне не надо, я вообще-то хотела как бы серьезных отношений, детей, там, свадьбы. А у меня только без обязательств дружбу какую-то. Но я стала задумываться, а может на это согласиться? Вот согласиться на это хочется, потому что априори это далеко, это расстояние. Расстояние говорит о том, что мне страшно сближаться, мне удобно, мне комфортно психологически быть на расстоянии и к себе не допускать. Вам бы я просто намекнула об этом поразмышлять, что вас держит, общаться с собой, решать эту проблему. Вот когда эта проблема решится у вас, у вас будут рядом мужчины, которые с вами будущие хотят построить. Неважно, возраст это условность, поверьте. По возрасту и по физическому своему состоянию, там, по матье, худобе и так далее, люди больше загоняются. На самом деле это их личные комплексы, нежели оценка и влияние, там, других людей извне, на самом деле, как они воспринимают. Почему существуют очень полные или вполне среднего счастливые женщины, которые по несколько раз замуж выходили, мужей себе меняли. И у них нет проблемы ни в личной, ни в сексуальной жизни, ни в какой. У них самооценка в порядке, все понимаете? Они не думают о мнении окружающих. Они активные, эмоциональные, психологически притягивают мужчин. Поэтому вес и внешность, или какие-то изъяны, возраст, на самом деле это комплекс самого человека, кто об этом думает. И уже окружающие воспринимают вас, исходя из вашего отношения к самой себе. Замечаете свой возраст? Они замечают. Замечаете свой вес? Они замечают. И оценку дают, и могут как-то, да, там, булить, угнетать и так далее. Не видите, не замечаете? К вам относиться будут немножко по-другому, это видеть не будут. Вас будут видеть другие качества, на которые вы будете изначально показывать. Вот это чему. Надеюсь, видео было полезным. Ставьте лайки, пишите комментарии под видео. Я оставляю почту для ваших анонимных историй на канале. И записывайтесь ко мне на психологические консультации, если они вам нужны. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.